На территории Щелковского района работает немало крупных высокотехнологичных предприятий. Одно из самых известных – «Газпром» космические системы. Достаточно закономерно, что именно на площадке этой компании прошел круглый стол по улучшению инвестиционного климата в Щелковском районе. Мероприятие было инициировано региональным парламентом. Во встрече приняли участие руководители крупных компаний, в том числе системообразующих предприятий района и города Фрязина, замминистра инвестиций и инноваций Московской области Игорь Демин, глава Щелковского района Алексей Валов, депутат Мособолдума Владимир Шапкин и председатель районного совета депутатов Надежда Суровцева. Перед заседанием они смогли побывать на экскурсии по предприятию, увидеть Центр управления полетами, орбитальной группировкой спутников «Ямал» и в целом познакомиться с работой отечественного спутникового оператора связи. На круглом столе обсудили действующие в Подмосковье меры поддержки предпринимателей, в том числе налоговые льготы и предоставление земельных участков под реализацию значимых инвестпроектов. Как отметил Алексей Валов, в Щелковском районе ведется большая работа по привлечению инвестиций. Так, за последнее время создан индустриальный парк «Синергия» в Огудневе и подобран участок для крупного сельхозпредприятия «Экофарминг» во Фрянове. Очень много делается, исходя из того, что губернатор поставил целевую задачу – поднять все направления промышленного производства, пасхетологичного в первую очередь, конечно, и сельскохозяйственного производства. Что касается нашего промышленного, много инвестиций, то, соответственно, там будет полная поддержка всех проектов. Вы знаете, скоро увидимся, наверное, в России, в России, создан целый центр в сообществе бизнеса, в котором, если вдруг где-то происходит торможение, сам не торгует, он спирается, Драхманов с этими вопросами, и помогает запустить их в работу. Об изменениях в законодательстве, направленных на поддержку предпринимателей, рассказал депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. Их немало – это налоговые каникулы, льготы, поддержка в решении земельных вопросов. В соответствии с земельным кодексом, председателем профильного комитета, мы также приняли изменения и в областное законодательство по земельным вопросам. И сейчас там, где возможность есть создание крупных, и реализация крупных инвестиционных проектов, выделение земельного участка в шляпе с вести план. В 2018 году площадь выделенных земельных участков – 11,4 тысяч вектар. Естественно, основной 98% этой площади, если дают проекты, связанные с сельским хозяйством, то есть, коллеги берут по тысяче вектар, новый механизм выделения земельных участков станет сильно проще, быстрее и комфортнее для инвесторов. Сейчас занимаемся написанием информативки на эту тему, проходим согласование, надеюсь, что в конце года мы запустим новую процедуру, выделение земельных участковых торгов, а в следующем году мы обязательно переведем ее в электронный министр. Замминистра инвестиций и инноваций представил отчет об основных итогах в развитии агромпромышленного комплекса Подмосковья, в том числе реализации налоговых льгот для предприятий. В 2017 году по одной из достаточно старых статей нашего закона о налогообложении, ст. 26.15, мы заключили 9 соглашений с общим объемом инвестиций в 16 млрд рублей и более полутора тысяч новых рабочих мест благодаря этим проектам созданным. И 20 соглашений мы заключили уже в первом полгода 2018 года с общим объемом 12 млрд рублей. Унедрение аналогичных мер поддержки, по словам замминистра, будет продолжено. Введена в апреле этого года дополнительная налоговая льгота, тоже благодаря стараниям коллеги из Москвы Булдумы. Это льгота для административно-деловых центров. Мы снижаем на прибыль налоговое имущество для строителей административно-деловых центров и тех арендаторов, которые заехали в новые офисы. В рамках круглого стола руководители предприятий района смогли задать интересующие их вопросы. Так, большой популярностью среди предпринимателей, проводящих модернизацию и строительство на своем производстве, пользуются субсидии, предоставляемые на покрытие расходов, касающихся инженерных коммуникаций. Так, компания «Газпром Космические системы» планирует создать собственный комплекс по сборке спутниковых аппаратов и рассчитывает на выделение субсидий. Субсидии получаются государственные или там от Московской области на покрытие расходов по подключению, значит, ко всем инженерным сетям. Это возможно при… у нас уже проектная документация делается и уже оплаты эти прошли, или это только вновь только возможно получить субсидии? Условием участия в конкурсе является введение в эксплуатацию и принятие к, ну, первому счету, объекта, который вы создаете, который будет называться, я сейчас так утрированно разделю, то есть сам завод, ее модернизация завода, новый как в сайте, так далее, с подтверждением, что вы создали не менее 30% производительных обученных. Также коснулись непростого вопроса. Более 60% территории Подмосковья подпадает под различные ограничения из-за частных и военных аэропортов. Это вызывает сложности в согласовании строительства новых объектов. Предприниматель остается один на один с этим руководством аэродромов, и им приходится востовывать именно с ними. И вот здесь вот достаточно, может быть, длительный период, даже если есть земельный участок, то без согласования руководства аэродромов или аэропортов, к сожалению, дальше планки ничего не имеют. Эти вопросы, которые возмущены с аэродромом, он, к сожалению, типовой. И уверяю, что любой проектный менеджер ЦСС, которого достаточно много, сходу напишет дорожную карту, как получить согласование от аэродрома. И, поверьте, они их получают. Стоит обратиться в Центр Содействия строительства. Я вас уверяю, проблема согласования с аэродромом точно совершенно не изучена. Основные вопросы круглого стола вошли в итоговую резолюцию. Так, региональным органам власти рекомендовано рассмотреть вопрос о субсидировании, участие в международных выставках производителей Подмосковья, администрации Щелковского района, определить точки роста промышленного производства, проработать вопросы сокращения сроков заключения, соглашение о предоставлении земельных участков на бесконкурсной основе, рассмотреть в создании нового индустриального парка. Дело в том, что в последнее время принимаются беспрецедентные меры поддержки предпринимательского сообщества. То есть, создаются тайные инвестиционные средства, инвестиционные климы, когда предприниматель приходит уже практически в тепличные условия. Главное заявиться, главное откредитоваться или принести свои собственные средства с собой. Соответственно, сразу он получает сопровождение не только на муниципальном уровне, но и на правительственном уровне, что способствует, конечно, быстрейшей реализации всех инвестиционных проектов на территории, в частности, Щелковского района и вообще во всем Подмосковье. Александр Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелково.